Привет, меня зовут Александр Голанцев, я занимаюсь Tableau в компании BioConsult. Сегодня я вам расскажу о том, что такое Tableau Prep, как его применять и покажем на реальных примерах. На самом деле Tableau Prep представляет собой довольно простой drag and drop инструмент, который мы можем использовать для, например, предобработки данных, объединения данных, очистки данных, загрузки в базу данных и все в таком роде. То есть все, что касается идеи процесса, для этого существует Tableau Prep. Тем не менее Tableau Prep является топробой билдер, является десктопным приложением и его можно использовать только в десктопе. Однако, с недавнего времени, с версии 21.1 появился Tableau Prep Conductor, который является частью Data Management Dome, который можно использовать на Tableau Server. То есть мы онлайн можем строить все необходимые потоки, их регулировать и обновлять, и также даже создавать выключение к источникам. Вот так выглядит начальная работа, начальное поле для работы с Tableau Prep. Нам нужен необходимый источник, и давайте возьмем довольно популярный кейс, когда у нас есть несколько папок, с похожими форматами файлов, нам их все нужно объединить. Подключаемся, то есть мы взяли любой, забираем, выбираем пункт Wildcard Union и вводим Matching Pattern, просто звездочка. Ищем все в в общей папке один данные, и естественно подключаем Subfolders. И на самом деле ждем. Все произошло довольно мгновенно, и у нас вклюзил уже все 24 файла. Давайте пишем Apply и ждем, пока он их объединит. И дальше будем смотреть уже на результат. Стоит отметить, что даже когда добавятся какие-то дополнительные файлы, либо появятся новые поля, он все равно все объединит. То есть будет 20 такой, 21 год, найдутся данные за 16, за 15. Если они в одном формате, с теми же столбцами все спокойно объединится. Давайте зайдем вот сюда, Add Step. И посмотрим, как у нас что устроено. Сейчас немножко нужно подгрузить данных, не то чтобы очень много, тем не менее на первом этапе загрузки, тем более из Excel, время занимает достаточно для того, чтобы просто хотя бы начать их выгружать. Хотелось бы сразу отметить, что, например, вот на этом этапе мы могли бы ввести любое выражение. То есть, например, если бы у нас попадали не все файлы, а то которые начинаются с буквы T, мы ввели бы букву T и звездочку. То же самое с цифрами. По большому счету, это какая-то небольшая часть регулярных выражений, которые мы можем использовать. И это позволяет нам довольно гибко выбирать все необходимые варианты. Давайте еще немножко подождем, пока он загрузит. То есть, приведем в порядок поле. В конечном счете, у нас все подгрузилось. Она была с несколько минут для этого. И сейчас мы видим все необходимые поля, и они даны для каждой из дат. Давайте посмотрим, какие у нас есть столбцы. То есть, здесь мы видим дату реализации, и видим, что она уходит глубоко за два года. За восемнадцатый и девятнадцатый. То есть, мы сейчас сюда нажмем, это увидим. И в целом, должны увидеть. Стоит отметить, что появляются сразу два новых поля. Это файл пасс, это путь до файла и название таблиц. Как видите, здесь всего четыре месяца, но на самом деле Tableau просто сделал самплирование, то есть, выбрал лишь выборку, небольшую часть данных для того, чтобы сделать по ним все вычисления. Если необходимо взять все, это тоже возможный вариант, это настраивается здесь. Можно взять use all data, и он будет с ними работать. Вот таким образом, мы подключились к первому источнику данных и объединили все необходимые столбцы и строки, взяв 24 файла всего лишь за какие-то считанные секунды. Таким образом, мы за несколько секунд преобразовали довольно сложный источник данных, который состоит из 24 файлов, в один источник, который работает довольно быстро и которым уже можно пользоваться. Давайте его закрываем и попробуем найти какой-то более интересный кейс. Как вариант, рассмотрим какие-то данные, которые довольно сложно преобразовывать. То есть, посмотрим на таблицы, которые имеют множество столбцов в названии, либо несколько строк в одном названии. И вообще, в целом, слабопрепоработанные данные. Давайте посмотрим, как это выглядит, прежде всего. На самом деле, тот файл, который я сейчас покажу, это официальная отчетность X5 Retail Group по MS4, которая скачалась с официального сайта. И на который мы можем заглянуть и попробовать посмотреть, что мы можем с ней сделать с помощью табло-преп. Давайте дождемся, пока она откроется. Займет какое-то время. Вообще, наша цель является, например, объединение нескольких годовых отчетов в один. Сейчас я просто покажу, как это можно сделать и как с этим справиться. Вот у нас все открылось. Ну, давайте зайдем в Profit and Loss. То есть, как видите, здесь источник данных не то, что благоприятствует, чтобы его могли предобработать и с ним как-то справиться. То есть, здесь по квартальной отчетности, есть года, есть та таблица. Financial Position, в целом то же самое, Cash Flow и вот все в таком роде. Operating Results также есть. То есть, здесь довольно много данных, которые хотелось бы привести к какому-то виду, чтобы можно было строить визуализацию. В текущем виде с ними невозможно работать. Давайте возьмем лист Financial Position, или лучше Profit and Loss, и попробуем с ним как-нибудь поработать. Нас интересует, вот, IaaS 17-й год с по квартальной отчетности. Давайте попробуем. Закроем этот источник. Перенесем его сюда. И посмотрим, что нам предложат сделать табло. Вот, табло у нас подкрузил данные. И нам важно отметить сейчас галочку Use Data Interpreter. Теперь нужно некоторое время, чтобы подкрузилось. Вот, что получилось при использовании вот этой функции в табло. Что ж, у нас вот так выйдут классические листы, а это диапазоны, которые смог найти табло. Давайте посмотрим, что он выдаст нам. Мы перетаскиваем вот это Profit and Loss. И давайте посмотрим на него, что он из себя представляет. Как вы видите, он убрал, он объединил названия, кода, квартала, все вместе. И объединил все необходимые данные. Давайте, знаете, как теперь поступим. Мы возьмем просто все столбцы, которые у нас есть. И сделаем Unbilled. Все, кроме Russian Rubble. И вот так. Вот, теперь у нас осталось всего три столбца. И попробуем преобразовать их. Только, прежде всего, нас интересуют квартальные данные для каждого конкретного года. То есть, для того, чтобы это сделать, давайте мы оставим только IaaS. И уберем IaaS и IaaS, который это за год. Это делается довольно легко. Нам нужно отфильтровать. Давайте сделаем каким-нибудь вот таким образом. Calculation. Давайте Calculation не будем использовать. Это довольно сложно. Давайте Wild Card Match. Contain, exclude. То есть, мы берем exclude. Или, точнее, Keep Only. Там, где есть Cool. Это первый случай. У нас осталось только по квартальной данной. Теперь давайте исключим IFRS еще. Теперь-таки, делаем то же самое. Только берем exclude и IFRS. Вот таким образом мы получили отличную отчетность, которой можем теперь пользоваться. Следующий пункт. Нам необходимо сделать Split для того, чтобы получить значение квартала и соответствующего года. Давайте сделаем Custom Split. Пробел у нас будет то, в чем будет делиться. И возьмем все поля. Дальше мы удалим вот эти два поля. Плюс в данном случае нам год не нужен. Берем Remove Fields. Здесь мы просто меняем на номер. Квартала. Третья. Четвертый квартал. Следующая функция. Мы создаем новое поле. Которая будет называться date Оно будет сделано как сумма строк Только мы будем использовать оператор case Вот у нас называется pivot1 Name it split3 Если оно равно 1 Тогда мы возвращаем значение Давайте для первого квартала 1 января С точки плюс Стринг от кода У нас это не код А вот такое значение Так и делаем так несколько раз Извиняюсь Котор c Котор v Котор v Котор v Здесь 2 Здесь 3 И здесь 4 И будем просто первое дату квартала писать 0 7 И 10 Вот И последний штрих Это расставить end Это ошибка Давайте-ка мы посмотрим, что у нас тут Что у нас тут возвращает Здесь у нас здесь просто не цифры, а стройки Нам нужно вот так прописать, чтобы он нормально работал Все Теперь все нормально Теперь мы можем просто сделать формат даты И как видите, у нас есть все необходимые данные Которые мы используем Термофилд Назовем это value И теперь у нас, например, если мы хотим поставить gross profit У нас он менялся вот в этих пределах И все эту необходимую информацию мы можем изучать Более того, мы можем сделать превью в Tableau Desktop Он откроет Tableau Desktop и загрузит эти данные сразу А можем сделать output И сохранить их Либо в формате экстракта, либо в формате CSV В новых версиях мы можем еще загружать эту базу данных Вот в таком формате можно работать с Tableau Prep Получать интересные результаты Даже работая с такими данными Которые на первый взгляд Обработать невозможно Всем спасибо за внимание На этом про Tableau Prep все